Всем привет, друзья! Мы приехали в Береговое. Береговое не которое находится возле Феодосии и Юго-Восточный Крым, а именно береговое, которое относится к Бахчисарайскому району. То есть это следующий населенный пункт у моря после Николаевки, если ехать в сторону Севастополя. При этом береговое относится не к Севастополю и не к Санкскому району, а он относится конкретно к Бахчисарайскому району. Вообще население очень небольшое. До 1890 года назывался Замрук от Крымско-Татарского. Сейчас вот береговое. И здесь проживает всего 887 человек по переписи населения за 2009 год, когда еще относился к составу Украины. Вот я посмотрела, то есть когда подъезжали к береговому, ощущение, что здесь вовсе он не курортный, хотя, конечно, море было на горизонте видно. И вот сейчас мы заезжаем, смотрим, есть ли где-то, может быть, сдаю жилье или что-нибудь такое. Вот пока я здесь не вижу ни машин, ни потока. Частный сектор вокруг улицы Новоселовка. В общем, по очень грунтовой дороге в каких-то полях мы подъехали, но здесь есть один нюанс. Здесь обрыв, конечно же, мы здесь к пляжу не спустимся. И вот здесь вот, что характерно, я смотрю, пытаются оборудовать пляжи. Вот здесь кран, здесь техника тоже работает. Я так думаю, укрепляют береговую линию 100% и делают действительно какое-то прям сильное укрепление. И туда дальше, я так понимаю, что вот эти вот волнорезы защищают от штормов. А здесь они наверняка сильные, может быть, даже как и в Николаевке. Мне чем-то напомнило Николаевку, но, конечно же, хотелось бы подъехать к нормальному пляжу. Давайте мы развернемся, найдем нормальный заезд, подъезд. Я уверена, что тут есть пляжи, потому что туристов видели, люди идут куда-то на море. Ну, заодно показалось, что вот дорога грунтовая, казалось бы, вела прямо на пляж. Он где-то вот за краном, типа, там показывался, но спуститься к нему по факту не спустишься. Так что имейте в виду, не едьте правее, едьте левее. Вот сейчас мы попробуем левее доехать до пляжа и заодно посмотрим, есть ли там люди. Слушайте, я сначала не понимала, в чем прикол этого места. Но сейчас, я, кажется, начала понимать. Здесь, смотрите, здесь такой обрывистый берег, он абсолютно повсюду, то есть вот он там вдалеке, можете увидеть, да, вот на обрыве. И мы подобрались, пляж выбрали, старый маяк, ну, посмотрели по карте. И вот такой вот вид открылся, вы знаете, это очень похоже на пляжи, которые у нас идут либо в Темрюкском районе, да, вот как в сторону. Если ехать в сторону Пучку, или Пересыпи, вот за Голубицкой, пытаюсь вспомнить пляжи вот за Веселовкой, в сторону Тамани. То есть вот эта глиняная порода, она характерна для тех пляжей, как, наверное, от... где в генеральские пляжи встречается такая порода. То есть это не новый ландшафт, но вот он настолько высокий, настолько вот красивый. Здесь такие вот изгибы, вот оттуда, видимо, можно спуститься как-то к пляжу. Вот здесь абсолютно вон песчаное дно, дует, единственное, что ветерок, там он вообще лесенка выкает, а прям видно спуск в море. То есть здесь прям такой вот уединенный, какой-то чуть ли не дикий отдых получается перед берегом. Там все-таки хочется доехать до Песчаного. И, кстати, здесь вот уже видно, что песок. Если там в Николаевке попадалась галька, и берег отсыпан галькой, то здесь вот уже песчаное побережье. И не зря там следующий населенный путь, куда мы поедем, называется Песчаный, скорее всего, вот, потому что начались вот эти вот глинино-песчаные пляжи. Ну, в общем, конечно, спускаться мы туда вниз не будем, мы поедем дальше. То есть мне важно было вам показать, сейчас сентябрь, бархатный сезон, температура за бортом в районе 23-24 градусов. То есть, в принципе, не холодно, но ветерок дует прохладный, потом купаться мы здесь, конечно же, сейчас не будем. Значит, очень красивый пейзаж, необычно, можно здесь сделать замечательные фото, чем я сейчас и займусь. А вам хорошее настроение? Напишите в комментариях, отдыхали ли вы в Береговом. Может быть, я действительно не дошла до какого-то пляжа. Я сейчас буквально пройду в ту сторону, чуть-чуть вам просто покажу. Значит, здесь очень интересный дизайн, ландшафт прекрасный. Очень интересное место, я даже сначала там не поняла, почему, к чему, как, кстати, с этой стороны можно будет увидеть, что там делают, отсыпают действительно кранами. Там проводит масштабная стройка, скорее всего, делают, наконец-то, людям набережную. А может быть, это как раз от санатория, там был санаторий. О, а там пляж, там пляж, кстати. Да, вот, кстати, там есть пляж. Вот сейчас, видите, как хорошо, что мы сюда заехали. Можно отсюда посмотреть, и там даже реально есть люди, но вот хорошо, что мы сюда случайно зарулили. Здесь потрясающие виды, и, конечно же, обрыв. Я близко подходить не буду. Здесь страшновато, реально страшно. Я вам увеличу, просто покажу, что здесь есть пляж. То есть мы просто на него никак не смогли подъехать. Конечно, хоть имея навигатор, не знаешь местности, ландшафтов. Куда-то ведет дорога, куда она приводит, непонятно. Ну, вот такой вот здесь вот пляж, это у нас береговое, а мы едем дальше, в сторону Песчаного. Не забывайте писать в комментариях, отдыхали здесь или нет. Да, интересное место, да, вот, если как для путешественника, я впервые здесь. Ландшафт интересный. Я бы покупалась, быть, чуть-чуть теплее погодка, но нам надо продолжать путешествие. Пишите в комментариях, всех вас очень жду. Вот, кстати, женщина, вы не поверите, заплыла. Сейчас я уменьшу, посмотрите, куда она заплыла вообще. Там либо не глубоко, либо она очень любит плавать. Во всяком случае, видите, человек купается и довольный. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Конечно же, подписывайся на канал. Наше путешествие по Крыму продолжается. Ждите следующих сюжетов. До новых встреч. Мам, сфотографируй меня, пожалуйста. Ну, да, спасибо.